Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня у нас пачка крайне интересных новостей. Они вышли вчера, и некоторые уже успели ознакомиться. Я же не спешил делать обзор, так как материал реально важный, и нужно было его уточнить и обдумать. Поэтому сегодня расскажу в основном про самое интересное и неожиданное, а про остальное очень кратко. Но сперва хочу сказать, что вчера еще был Всемирный день Звездных войн, можно сказать, мой профессиональный праздник. По этому поводу у нас состоялся праздничный стрим, на котором мы подвели итоги розыгрыша под дайджестом новостей. Список победителей опубликован в сообществе на YouTube и ВКонтакте. Поздравляю! И еще приятная новость. На этой неделе под выпуском дайджеста корабельных новостей мы разыграем премиум авианосец 8 уровня – Хорнет. Не забудьте подписаться на канал, чтобы иметь возможность принять участие в розыгрыше. Также спасибо всем за поздравления с праздником. Кстати, это праздник не только Звездных войн, но и фразы «Да пребудет с тобой сила», так как именно из-за каламбура этой фразы на английском языке праздник и отмечается четвертого мыля. Ну и особая благодарность всем оформившим спонсорскую подписку на Бусти, так как благодаря этим людям видео на канале выходят несмотря на санкции. Такая помощь – это живое проявление силы, и я надеюсь, что в ответ этим людям также когда-нибудь помогут, когда им это потребуется. Ведь добро возвращается, по крайней мере иногда. Теперь к новостям. Самая яркая новость – это что в конце лета в игре стартует новая верфь, а строиться на ней будет не что-нибудь, а первый корабль с верфи – Пуэрто-Рико, крейсер 10 уровня с РЛС. Очень классный, кстати, аппарат. Когда он только вышел, то многие его ругали, так как не понимали. Но потом люди распробовали, и корабль оказался реально мощным и интересным, домажным, эффективным и живучим. Но стоил он на первой верфи очень уж дорого, отчего тогда возник нехилый такой скандальчик. И вот теперь разработчики сообщают, что исправили свои ошибки, и в этот раз построить Пуэрто-Рико будет гораздо проще. И это реально шикарный подарок для тех, у кого Пуэрто-Рико еще нет. Ну, правда, не совсем подарок, так как традиционно за часть этапов нужно будет доплатить дублоней, и сумма пока точно неизвестна. Но в любом случае корабль на верфи должен быть явно дешевле своей полной цены за дублоны. А для тех, у кого Пуэрто-Рико уже есть, еще более крутая новость. В качестве компенсации за повторное его строительство на верфи можно будет получить набор с одним из ресурсов – дублоны, сталь, уголь или очки исследования. Их количества хватит для покупки любого корабля 10 уровня из доступных для приобретения в настоящий момент. То есть на минуточку можно будет получить любой корабль из доступных в игре за сталь, уголь, очки исследования или дублоны. И это, конечно, очень здорово. Но тоже помним, что не бесплатно. То есть надо будет пройти часть этапов верфи, а оставшуюся часть купить за дублоны. Ну или все сразу купить за дублоны. Но это уже опция для состоятельных мореходов. Но по-любому возможность получить, например, Сталинград или Бургунь или Рагнар, а может еще и немецкий Мекленбург уже к этому времени выйдет, за небольшое количество дублонов – это просто аттракцион невиданной щедрости. Ну и некая компенсация для тех, кто когда-то страдал или круто донатил для получения Пуэрто-Рико. Правда, в самой идее продать один и тот же корабль дважды, при желании можно разглядеть и негативные или тревожные черты. Например, кто-то может подумать, что вот оно – следствие ухода варгейминга и прочих сложностей. Вместо нового корабля на верфи людям продают старый. Не означает ли это, что у разработчиков теперь меньше ресурсов на новые корабли? А тут еще до кучи и Блэк летом начнут снова продавать. Сперва сложно за выполнение событий, а потом и просто за уголь. Опять же старый корабль продают повторно. Я все это озвучиваю, так как мне уже писали люди с похожими мыслями и спрашивали, что я об этом думаю. Я скажу так, что всей информации, конечно, не знаю и за судьбу игры переживаю с учетом всех событий, но объективно пока выходит много нового контента и всерьез тревожится пока рано. Так скоро нас ждут новые французские крейсера, потом новые британские линкоры, а затем, как мы узнали, и легкие японские крейсера. И это стало еще одной важной новостью. Так, к осени для тестирования будут добавлены японские легкие крейсеры 5-10 уровней, то есть в релиз они выйдут, по идее, ближе к зиме. Их концепция находится в разработке, но уже можно с уверенностью сказать о 610-мм торпедах у всей ветки. Это торпеды, как у Шимы, то есть самые мощные в игре по урону. При этом торпедные аппараты будут обладать широкими углами пуска, что удобно. Что касается главного калибра, то у кораблей 5-го и 6-го уровней он будет 152 мм, у «семерки» 155 мм, а высокоуровневые крейсеры будут оснащены универсальными 150-мм орудиями. То есть, возможно, это будет что-то вроде новых паназиатов только на японский лад. Тоже куча торпед, но уже японских. Если будут дымы, тогда главный калибр станет, скорее всего, слабенький. А если же без дымов, а я почему-то думаю, что без, тогда, возможно, еще и главный калибр интересный завезут. Возвращаясь к Пуэрто-Рико, еще надо уточнить, что пока не ясно, будет ли у корабля сразу доступен и особый, такой вот красивый камуфляж, или же он будет приобретаться как-то отдельно. Я этот момент попробую уточнить у разработчиков и сразу же вам сообщить. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Еще очень важно, и это то, о чем многие давно просили, в том числе и я лично писал разработчикам. Это касается праздничных бонусов за боевые результаты, то есть всевозможные снежинки и так далее. У многих игроков довольно обширный порт, и получать награду за боевые результаты с каждого корабля может быть сложно и долго. Например, я даже не все остальные снежинки сбиваю, не говоря уже про уголь, флажки и прочие призы. Поэтому планируется улучшить систему бонусов за боевые результаты. Игроки со множеством кораблей в порту смогут получить награду сразу с нескольких кораблей за один бой. Это, конечно, очень здорово и существенно увеличит фарм. И впервые такую новую систему мы испытаем на день рождения игры, когда ей исполнится 7 лет этой осенью. Следующая важная новость касается изменений боевой камеры, которые анонсировали уже давно, но потом как-то замолчали. А ведь это, по сути, революция в игре с ее улучшенным восприятием, так как игру мы воспринимаем через камеру. Я уже начал было волноваться, не решили ли отказаться от изменений, но вот нам сообщили, что после небольших доработок в одном из летних обновлений внесут эти изменения на основной сервер. Вот это, на мой взгляд, самое главное, интересное и новое, что было в статье. Остальное также интересно, но уже ранее озвучивалось в той или иной мере. Кому интересно, можете прочесть. В частности, про морской бой, игру в игре, видимо для того, чтобы некоторым было не так скучно отирать край карты или стоять в дымах. Еще про новую итерацию конвоя, возвращение операций и другое. В общем, на 2022 год в игре явно есть чем заняться. Но часть этого контента была, скорее всего, сделана заранее и сейчас только дорабатывается. А насколько все последние глобальные изменения реально сказались на игре, мы, скорее всего, увидим только в 2023 году. Надеюсь, что все будет хорошо. Я же в любом случае продолжаю следить за всеми новостями и всеми новинками мира кораблей. Подписывайтесь и жмите колокольчики, чтобы не пропустить. Кстати, YouTube последнее время не всем шлет уведомления, даже если прожат колокольчик. Поэтому, чтобы точно не пропустить, можно подписаться на наше сообщество ВКонтакте или Дискорд и включить уведомления там. Тогда точно будете в курсе всех новостей. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай.